Уважаемые деликаты, я думаю, что сказать в этой ситуации, ну, банально, традиционно, но очень правильно, я хочу вас поблагодарить, даже не за то, что вы избрали меня председателем, но я надеялся и понимал, что, наверное, вы меня изберете, если предложат люди. Я искренне это говорю, не в этом дело. Я благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне. В этом зале находится элита нашего общества, настоящая, патриотичные люди, преданные нашему государству. Для меня это очень важно. И как бы тут ни обиделся Александр Михайлович Радьков, как староста, давнешний государственный служащий, но я горжусь тем, что при мне вы выросли и стали такими людьми, которые здесь находятся. Может быть, не совсем точно, но правильно. Я считаю вас своими детьми, которые, может быть, по возрасту не годятся мне еще детьми быть. Но я считаю вас своими детьми, и вы не обижайтесь. Это, я считаю, правильно, потому что очень важно и ответственно для тех, кто родил вас. Но я все-таки повлиял на то, что вы стали настоящими политическими людьми, очень ответственными. Как я уже сказал, да, в основном, наверное, здесь ебатьки. И вы не ищите, что тут кто-то один проголосовал против. Я знаю, кто это. Нет, нет, вы неправильно поняли. Это не я, это Качанова. Я прямо скажу, что я голосовал за предложенного председателя, заместителя и тех, кто баллотировался в состав президиума. Я объясню, почему. Вопрос не во мне. Ну вот вы поверьте, что вопрос не во мне. То, что вы меня избрали председателем, как тут много писаки оттуда особенно, вот это спасительный круг. И он придумал для того, как бы, ну, сойти, а лекабастаться. Чепуха полная. Меня часто особо близкие люди, наши коллеги говорят, чтобы я об этом не говорил, но я вам скажу. Вы, мои люди, я вам абсолютно доверяю. Если бы за меня не проголосовали сейчас или потом, значит, я бы уже успокоился. Не очень это приятно было, ну, конечно, кому приятно. Но я бы думал, что все-таки 30 лет – это немало. И мы с вами за это время немало сделали. И я в выступлении сказал, пусть те, кто придут на смену нам, сделают больше. Поэтому, ну, наверное, и хватит. Но это ваша воля. Это ваше решение. И вам за него нести ответственность, если вдруг, не дай Бог, я этого очень не хочу, потому что жить-то еще буду. Вот. И даже если не буду жить, я там тоже буду видеть, что происходит. Поэтому я не хочу, чтобы было плохо. Но это ваш выбор. Поэтому не цепляюсь я за эту должность. Ни за одну, ни за вторую. Я просто хочу, чтобы было хорошо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ